Да, но это мы уже сколько говорим и не устанем это говорить. Это работа огромной команды. И там групп в первую очередь. Да, только команда могла сотворить вот что-то новое. Ведь всегда экспериментировать это очень рискованно. Мы могли бы продолжать оставаться, так сказать, в другом стиле. В том же стиле. Платье, я бы песню тебе пропела, я все еще люблю тебя. Ну, как в другом стиле. А это новое дыхание. И только благодаря команде, что они не побоялись с нами. Шагнуть вперед. Это правда. Ну, тоже, потому что, видишь, ты как бы написала песню, вдохновила их. А у них появилась идея. Это такая взаимосвязь. Да. Взаимосвязь. Да. Какой вопрос был? Нет, а какие мы любим духи и цветы? Ну, давайте духи. Духи, давайте, ну, там начнем. Духи, давай. Ты начни, ты начнешь. Я очень люблю ком де горсон. Духи и цветы, да? Духи и макадам. А цветы? А цветы ромашки. Регина, отравись. А я очень люблю, мне очень нравятся запахи необычные. Какие-то ваниль, корица. Вот их носков. Или клубничка. Или совершенно вообще такие кардинали, там, типа, Black Excess по карабану. Вот они. Нет, нет. А цветы я люблю, вы знаете, все-таки склоняюсь к классике больше. Я люблю розы. Или алые розы. Или такие розовенькие. Или алые розы. Или я люблю еще... Зорочки-вешенки. Что я люблю? Какие-нибудь василечки. Ну, хорошо. А я люблю Тома Форта. Ладно, Том Форд. Духи. Ванила, табако. Ванила, табако. Укралый. Смотрите, нам уже легко дарить ромашки. Вам можно, типа, сразу покупать два букета. Да. Сейчас два один, а поделим двоим. Да, Тома реконам пропозиция. Регина и Елена ромашки. Тирея ромашки. Спасибо. Да, все, вы закончили. Спасибо. Да, все. Спасибо. Ну, что насчет парфюма. Все-таки я предпочитаю... Ой, любимый. Настолько разный у меня вкус. Вот я просыпаюсь каждый день с разным настроением. И поэтому у меня, там, я сумела накопить... Одна баночка. У меня не баночка одна, а там... Одна баночка, я размешиваюсь. Я размешиваюсь. Все, подождите, давайте... Какой из последних, это мне очень понравились, скажите мне... Ну, как из последних, уже им два года или полтора. Это Дисквайр Вуд. О, да. Очень жаль, кстати, я недавно разбила целую большую банку. Поэтому, Кельвин Кляйн, конечно же, и... А цветы мои любимые, это фрезии. Мне всего лишь единожды в жизни дарили их, и они остались моими самыми любимыми цветами. Я всем говорю, дарите мне фрезии, но никто не знает, что это такое. Я пишу, в зерии. Врезии. 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 Да, очень красиво. А вообще, мы обожаем, когда нам дарят цветы, да? Да, это очень важно для девушки, чтобы ей дарили цветы. Мы тогда начинаем чувствовать... Особенно, когда эти цветы не перевязаны черной лентой. О, Боже, им не два цветка. Ну, это был такой у нас случай, когда на концерте подарили цветы, да. Черной лентой, оказывается, они были перевязаны черной лентой. Но если верить в эти все суеверия, то этот человек, который дарил эти цветы, не желал добра. Нет, он желал добра только по-своему. В иголке, в ляких игрушках, это тоже прекрасно. Главки. Конечно. Есть и другая сторона медали. Есть прекрасная, хорошая, но есть и не очень. Так что... Будем думать о прекрасной. Люди, задумайтесь, если вы хотите... На самом деле, я высылаю вам все медали, сейчас по билеточкам. Давай, дядя. Действует, зажигава, где моя книга? Смотри, отпечаталась. Прикольно. Вы там спрашивали о фильме, какой фильм мы будем снимать. Я думаю, первое шоу, которое мы запустим, это будет шоу бабок. Бабки и бабки. Там, где будет Регина и Элина в роли бабки. Е-бабки. И Клавдия Шефер. Шефер. Клавдия Шефер. Вопрос от Яночки. Сколько времени вы тратите на шопинке? И какие носите размеры одежды и обуви, если не секрет? Ой, привет. А вы нам одежду купите, да? Да, да. И обувь, что пошьет. Это интересно. Сколько времени, когда есть деньги, то мы тратим много времени. Ой. Да, честно говоря, на шопинг, да, если? Хорошо. Мы просто любим с девочками, если пойти в магазин, то после этого еще пойти куда-то по купке. И еще в кино потом. И еще в кино, да. А еще я люблю просто приходить в магазин, смотреть, потом уходить, потом у нас лично снова приходить смотреть и думать, купить или не куда-то обратно уходить. И потом приходить. Например, в субботу посмотрю еще. Смотрю, покупать. И вот так нет, ладно, другое найду. В общем, можете написать, мы любим шопинг. Просто все. Да, потому что это будет очень жанно. Да, у меня размер 45, у меня 96. Ой, это сказать размеры. У меня... А как он? Ну, М, 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 и все. М, М. А обуви, типа? 38,5, 39. 39. Почему М? У кого М? У меня М. У Тарабе С. У меня С. Значит, у Лины, Лены, Регины М, у Тарабе С. У Тарабе 3ХС. Это размер ноги. У Тарабе и у Регины 39, у Лены 38, у Лены 45. И Лина плавает, потому что она плавает. Да, конечно. Эти вопросы когда-то успокоятся, а то после фабрики, они просто до сих пор преследуются. Да, нет, ребят, я понимаю, что вам там не случится. Нам там хочется как-то думать, передумывать, что мы вот все вместе. Да, мы огромная семья, но интерес у нас совершенно разный. И я в своей личной жизни никогда не скажу правду. Так что можете думать, что угодно. И такая пауза. Забудьте от вас! Забудьте от вас! Жизнь. Васат Юля, это ваш самый любимый фильм и его герои? Павел Лоберт Пакетсон. Нет. Раньше, нет. Люблю все фильмы с Джимом Керри. Я тоже, да. Обожаю! И советские фильмы вообще. Я просто люблю все с Джимом Керри с Джимом Керри. Реально, советский мультфильм, который озвучивает Джим Кэрри, ну погоди, советский мультфильм, скажи. Я была за последнее время, я вот была ошарашена игрой Джареда Летто в фильме Мистер Никто. И второе, что меня просто ошеломило, это сын Билла Смита. Реально, Смолова настолько талантливая, что есть Каратакин, я тоже не смотрела. Я думаю, что это будущее Голливуда. А еще у Билла Смита такая талантливая дочка, Уилл Смит, она так поет, она круче, чем я. Да они вообще... Уилл Смит, респект за детей. В общем, Уилл Смит, мой телефон, 8.067. Роберт, забудь на телефон. Сейчас, подождите, и еще, I don't know, а мне нравится Одри Тату. А, да, Леривай Тату, да. А мне нравится, что это актриса замечательная. Совсем неудивительно. Ирина постоянно под нее косят. Да, я под нее косят. Ирина? Ирина. Подождите, какие еще фильмы? В общем, я зовут Ирина, на самом деле. Какие фильмы? Я не знаю, для меня всегда останутся там вот серии, ну, как я не знаю, это классика, любимые фильмы у многих людей, достучаться до небес, там «Зеленая миля», «Билла-3», «Билла-2», «Билла-1». Я люблю ужастики, вот, я помню. Я тоже люблю ужасы. Фильмы моего детства, это Фредди Крюгер. Нет, нет, Джеймс. На улице вязок. Да, Кошмар на улице вязок вообще. Скрепер, скрипер, скрипер, это ну есть. Нет, это разное. «Ви», на самом деле «Ви» очень страшный фильм. Но очень. Мерзкий. Хорошо. Потому что там все правдоподобное, вообще звонок все, да, страшный. Звонок все. А вообще, мне кажется, еще в мире, ну, как бы я люблю смотреть страшные фильмы, и мне кажется, не придумали еще такого фильма, что именно, ну, мега страшный. Я не напугала, что мы уже были недавно. Я не напугала, алло. Не сильно напугала. Ну, конечно. Напугала сильно так, что мы с тобой в риме двоем вышли, плакали из зала. Это как паранорамное явление. Потому что там все кричали, и были дурацкие моменты внезапные, такие «тук». То есть все тихо-тихо размеренно, и твоя психика просто нарушается. На самом деле, старайтесь поменьше смотреть фильмы в ужасах, да, это как-то… Можно говорить, да. Смотрите побольше комедий и вдохновляющих на позитив фильмов. И сексуальных как-то родителей. И элитических комедий. И немецкая вот эта вот фильмы хорошая. Да, я, я. Ух ты, логичный. Да, это «Один дом». «Один дом» – это офигенно. Это самая дала. Это фильм просто. Не, ну, просто первая часть только. Первая, вторая. Первая, вторая. Офигенно. Да, да, самый лучший фильм с легким паром. Ну, это вообще именно Оливье Мандарин и Шампанское. О, кстати, мисс Мандарин. Ай, Оливье Мандарин. Нет, Оливье Мандарин нет. Да. Нет, Оливье Мандарин. Ну, давайте, последний вопрос. У нас время конца к концу. Уже так быстро? Оливье Мандарин, девич. Так быстро. Маленький самаркет. Привет. Привет всем. Мы знаем эту малышку. И вообще привет всем. Мы всех вас узнали. Это наши любимые девочки. Фан-клубы, Яночки, Галечки. Мы всех вас с вами. Так что привет. Всем вам привет. Мы вас любим, ценим. Давайте. Зажигайте. Вы готовы ради любимого человека отменить концерт или репетицию? Вопрос от Алисы. Торобо. Вы знаете, если это действительно твой любимый человек, и ты любима, да, им как бы, то он отменит концерт сам. Он отменит концерт сам. Он прибежит, скажет, ну, блин, мусс, типа, у меня бомба. Типа, всем стоять, людей выгодят. Ну, послушай, он же не поймет ничего. Надо сказать, закончить мысль. Ну, на самом деле, он поймет, что работа есть работа. И просто разойдет. Ну, любимым человеком может быть как мама, папа, дедушка, бабушка, да, как бы, в принципе. Нет, вы знаете, обстоятельства могут быть тоже разные. А если жизнь не на важной ситуации. Вообще зависит от ситуации. Я думаю, все-таки, любимый человек, с ним можно будет найти компромисс. И он поймет, что если это твое дело важно, чем ты занимаешься, он все-таки не будет тебе ставить в такое положение, где ты должна будешь отменить свой концерт. И на Новый год подарит тебе Бентли. А если важное обстоятельство, то, конечно же, концерт отменится сам. И репетиция. Сам собой. И не из-за любимого человека. Ты просто потом уже думаешь, что ты крутишь, и приезжаешь на кресле. Ну, ты владеешь неустойку. Просто потому, что все же поезжают на моряк. А что еще? Дай еще один. Еще вопрос. Еще вопрос. Мы хотим ответить. Нет, просто за вами одно мероприятие. Никаких мероприятий. Мы все на мероприятии никакой. Мы уже... Мы уже... Сказали, что все отменяется. Какой мероприятие? Сказал, что надо ругаться. Что надо ругаться? Трещина пошла. В горе апрель переезжает. А, да? Да. Ну, хорошо, мы его задержим. Это же два с другом. Из Аргентины. Давайте, ну и на. Насколько важна для вас внешний человек при знакомстве? Ну... На 20% из 100. Неправда. На 90%. На 90%... Первое впечатление все-таки, знаете, как ни крути, но первое впечатление это внешность. Я не говорю, что там, типа, лицо, там, глаз, нога. Нет, а мне важен глаз. Вот, главное, общий вид человека. Там, главное, глаза. И глаза. И паспорт взгляда. И грудь, боже, даже не заикается. Господи. Нет, для меня очень важно. Но первое впечатление это, типа, как человек выглядит. Ну, опрятно он надеть, неопрятно. Типа, там, волосы у него... Да ты никогда не подойдешь к человеку, который не опрятен. Я же говорю, это первое впечатление важно. Ну, пожалуйста. А потом ты начинаешь разговаривать с человеком. И если этот опрятный человек скажет, эээ, привет, то, знаете, уже его опрятность... Вопросы подаются абсолютно. Ну, давайте последний вопрос. Все-таки внутренностью все равно... Давайте следующий. Следующий, давайте потом. Следующий. Опрятность приятная штука? Есть двух сторон... Короче, две стороны медали. В основном... Помните, вы когда-то выучила в афоризме Ларош-Фуко? Что? О том, что... Ты хочешь, чтобы было? И самое главное быть популярным, а главное быть полезным. Так что, я думаю, что... Да, это такая штука. Видите, мы так прореагировали на этот вопрос. Ну, такое. Главное быть полезным вам. Это и есть смысл жизни. Все относительно в этой жизни. Сегодня ты популярен, завтра ты в грязи валяешься, и никто тебе руку не подаст. То есть, главное быть всегда на плаву, в движении. А популярность, это, в принципе, ваше признание нам. Ваше признание, и, конечно, когда ваше признание идет в качестве каких-нибудь прикольных сережек, это очень приятно. Все, намек... Линда, сережки. Спасибо большое. Спасибо, Ариало были для вас. Мы надеемся, что... Давайте... Эй, с вами были! Капельку позитива мы вам подарили. Да, капельку, Лина. Ой, блин, Ариало. И все-таки я напоминаю номера телефонов. Мы с вами настройка 354 410. Не пишите. С Новым годом, друзья! 410, вот что... Вас мы отменили, помните? Это так красиво. Все, давайте. С наступающим вас всех. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым венгли! С Новым годом!